Мы готовимся к штурму Глушкова. Мосты практически все уничтожены. Я думаю, тот мост, который был еще так в полуразрушенном состоянии, его уже добили. Мы сейчас ждем подтверждения. Плюс идет активная борьба с инженерно-понтонными подразделениями. Один понтон, который успели навести, и второй понтон, который собирали уже на воде, по ним нанесли довольно серьезное огневое поражение. Я, правда, немножко непонятно, почему кассетными боеприпасами понтоны лучше уничтожать осколочно-фугасными обычными снарядами, потому что понтон утопить невозможно. Для справки, я вам говорю, сегодня понтоны, по современным технологиям, понтон делается пустотелым, и внутренняя часть понтона заполняется пеной. Вот обычной вот этой пеной, типа монтажной, он заполняется, и получается, что если осколки или пули попадают в понтон, то он не набирается водой и, соответственно, не теряет свою плавучесть. Надо именно разрушать фугасными боеприпасами, чтобы сам понтон был поврежден таким образом, чтобы он не мог выполнять функцию плавсредства. То есть, он покореженный, понивыченный украинскую мову, и на нем нельзя перевозить технику или его нельзя поставить в сцепку с другими для того, чтобы сделать мост, наплавной мост через водную преграду. Поэтому для меня, как для артистов, немножко было удивительно, что кассетные боеприпасы именно поэтому. Но и личного состава у понтонеров, в принципе, там довольно мало. Там водители машин с понтонами, плюс эти рулевые катеров, которые, высокоманевренные катера, которые осуществляют сборку на воде. И пару человек личного состава, которые осуществляют сцепку и механики инженерной техники, экскаваторов или бульдозеров, которые осуществляют подготовку въездных и съездных аппарелей на этот понтонный мост. Вот по личному составу и технике, небронированной, да, кассетка, конечно, хорошо. А понтон, конечно же, лучше бить фугасными боеприпасами. Ну, я надеюсь, что этот понтон уже не будет работать, даже после воздействия такого мощного. Там было несколько кассетных боеприпасов, которые, я думаю, что довольно сильно должны были повредить и понтоны, ну, а техника тем более. Еще очень интересно, наши силы беспилотных систем устроили настоящую охоту. Наши готовились, видимо, к такому варианту развития событий. И вот, соответственно, наши FPV-дроны, дроны-камикадзе просто устроили охоту на подъездных путях к реке Сейм. Фактически машины с понтонами не доехали до реки. Вот все, кого поймали на трассе, все машины были уничтожены. И, соответственно, понтон собирать было не с чего. Также мы, Коренева, готовимся к окончательному штурму и зачистке этого населенного пункта. Он уже в полуокружении находится, сам населенный пункт. Перерезана основная дорога, так называемая дорога жизни, по которой снабжается гарнизон. И мы готовимся к Глушкову, Коренева. И далее мы расширяем зону влияния. А вот от Глушкова пойдет смыкание наших войск. От Теткина и от Глушкова вот навстречу друг друга пойдут эти две волны по зачистке вот этой территории в 700 квадратных километров, которая находится южнее реки Сейм. Да, наша скорость продвижения немножко снизилась, потому что обе стороны подтягивают резервы, как бы там ни было. Рашистская сторона тоже наращивает свои усилия. Поэтому, в принципе, я не знаю, где будет принято решение нашим генштабам остановиться и начать инженерном отношении оборудования линии обороны. Я так понимаю, у нас к этому все готово. Теперь вопрос только, где мы будем останавливаться. Что касается ситуации по Курской области самой, то Рашистская Федерация начинает разгонять тему аварии на Курской атомной станции. Готовится провокация. Я понимаю, потому что ВСЗ военкоры вообще вводят о том, что почему Путин, намекая на его трусость, почему Путин не наносит ядерный удар по нашим войскам или по нашей территории. Ну, а сам Путин говорит о том, что готовится якобы провокация на Курской атомной станции. Но при этом МАГАТЭ отправляют, которая хочет посетить Курскую атомную для того, чтобы убедиться, что там все нормально по вопросам безопасности. Там, кстати, есть и старый реактор, и новый. Так вот, старый реактор, там еще работающий один, он точно такой же, как на Чернобыльской атомной станции. То есть, его можно довести до критического состояния, чтобы он взорвался. На Чернобыль уже удалось, значит, опыт уже есть. Поэтому МАГАТЭ хочет посетить станцию. А вот Z-военкоры говорят, не-не-не, не надо, езжайте на Запорожскую, там вроде как, там готовится теракт, а не на Курской. Хотя ихний вождь, видно, методички разные читали, или не дошла нужная методичка, а ихний вождь говорит по фамилии Путин, нелегитимный, говорит о том, что именно на Курской готовится. Так что у них там немножко хаос и неразбериха, мы об этом еще поговорим, про МАГАТЭ вам скажу тоже. Ну, а в общем, обстановка в Курской области продолжает, продолжает зона нашего контроля расширяться. Мы готовимся вот к штурму двух, и зачистке двух населенных пунктов, Глушков и Коренева. Ну, и зачистке самого, самого плацдарма, точнее, уже не плацдарма, котла, который мы сформировали. Мы дошли до реки Сейм в районе Коренева, так что замкнут котел, вот между Теткино и Глушковым. И мы вот готовимся к зачистке этой территории. То есть, еще плюс будет 700 квадратных километров. Продолжение следует...